всех приветствую я елена канал дачный креатив много было вопросов в комментариях и в этом году и в прошлом году про капельный полив про автоматический полив скорее даже не в огороде а в клумбах капельного полива у нас не было автоматического тоже это немножко разные вещи автоматический полив где полностью автоматика то есть автоматически и подается вода в накопитель и потом соответственно распределяется там используются либо капельные трубки либо сочащиеся шланги в теплице мы установили именно капельный полив от компании воли покупали мы его давно этот капельный полив практически одновременно с теплицы теплицы мы покупали в четырнадцатом году на капельный полив может быть 15 или 16 и он нас так и пролежал в бытовке так мы его не установили не дошли руки на самом деле но в этом году было очень жарко и у нас просто реально не хватало воды для полива в бочках Потому что поливали очень много У нас две бочки, которые можно накачивать воду сначала А потом уже мы из этой бочки поливаем У нас в бочку опущен насос Насос, кстати говоря, очень хороший Покупали тоже давно от Гордена Из этих бочек уже теплой воды Потому что в течение дня она нагревается Уже поливали огород, соответственно Но если хватало воды, то и клумбы И сейчас разрешили мы установить этот капельный полив Потому что просто действительно не хватало воды Из бочек и на огород, и на клумбы тем более Потому что очень сухо и жарко И сейчас скажу про этот капельный полив Я обещала, когда муж устанавливал Я показывала немножко И сказала потом, когда уже этот капельный полив поработает Скажу вам свое мнение Ну вот смотрите, стоит у нас здесь бочка Бочку можно здесь устанавливать побольше У нас была маленькая бочка Это бочка на 50 литров Конечно, лучше здесь ставить бочку побольше Ну как минимум на 100 литров хотя бы Здесь у нас в теплице две грядки по 3 метра Получается, что на каждую грядку ежедневно Капельно выливается по 25 литров воды То есть раз в день мы поливаем Раз в день мы заполняем эту бочку Здесь у мужа этот шланг Этот шланг как раз для того, чтобы наполнять бочку И сейчас подойду к коробкам Покажу, что это за капельный полив Здесь у нас основная коробка Система капельного полива Водомерка Вот такая Значит, что здесь в комплекте? В комплект входит вот это соединение с бочкой Вот этот кран Это вот уже, конечно, муж придумал Потому что капало Фильтр первичной очистки Контроллер Вот такой Сейчас попробую показать На контроллере выставляется интервал полива И временной промежуток То есть там в течение от 2 минут до 2 часов Может происходить подача воды Очень удобно Можно выставить до недели, по-моему, здесь То есть программировать таким образом Что в течение недели, например, мы уезжаем с дачи И здесь будет самостоятельно все работать Здесь нет электричества Подключения к электричеству Здесь работает этот контроллер от двух батареек Первое время подкапывало Я говорила, что капают все соединения Но здесь муж пожаманил что-то Где-то что-то подклеил Заплавил и так далее И вот уже, смотрите Уже у нас ничего здесь не капает В ведре сухо На первое время подкапывало Так, и теперь еще раз о комплектации Значит, все соединения Фитинги Крепления Вот этот кран Входит в комплект Это фильтр Вот такой Контроллер, как я уже сказала Затем гибкий шланг Или трубка Ну, наверное, шланг скорее Вот такой Шланг и трубки-капельницы Так, вот такие вот трубки-капельницы Вставляется к растению поближе И капает Когда будет капать, я подойду сниму Вот, кстати говоря, помидорчики вот такие Это помидоры-челнок Я в этом году очень поздно сеяла На рассаду томата Поэтому у нас в этом году поздновато Так, и вот здесь также То есть с обеих сторон У нас получается, что под каждое растение Подведена трубка-капельница Мы забыли про полих То есть мы дополнительно Теплицу не поливаем Но это получается где-то Две с половиной лейки На грядку Если лейка 10 литров У нас большие лейки, 10 литровые То две с половиной лейки Если поливать лейкой На каждую грядку Вот такая упаковка У нас осталась еще Здесь вот Небольшая часть этого шланга Шланга Сколько метров здесь не написано На коробке Но муж замерял Где-то около 11-12 метров По-моему, 11 с чем-то То есть у нас остался здесь лишний шланг Потому что рассчитан Этот комплект На две грядки по 4 метра С учетом того, что вот еще От контроллера идет шланг грядки И, соответственно, вдоль самой грядки Так что в целом Мы этим капельным поливом довольны Первое время, как я уже сказала Здесь что-то подкапывало Нужно было дошаманить Нужно было доработать мужу Но в целом Сейчас все отлично работает Им очень довольны Здесь, пока я в теплице Про томаты меня спрашивали Я зимой снимала видео Про томаты, которые называются Медовые Самые сладкие в мире По-моему, от компании Рост Очень действительно сладкие черри Я покупала веточку Посмотрела в интернете Сорт это или гибрид Информация была о том, что это именно сорт Так что можно было взять семена И вот смотрите, какие здесь томатики Реально грозди То есть не по одному томату А вот грозди Очень симпатичненькие Аккуратненькие Я считаю, что для томата черри Это очень даже неплохая урожайность Много кистей И цветет И уже завязываются томаты И мы уже их едим То есть мы уже их щелкаем, как орешки Они очень сладкие Мы их едим живьем Просто даже ни в каком не салате Просто муж собирает В мисочку моет И мы их в течение дня В такой жару Очень даже здорово Мы их просто так едим Ну вот они начинают краснеть Один потрескался, правда И они действительно сладкие То есть вкус они повторили Тех томатов, которые мы покупали в магазине Здесь у нас получается Четыре кустика этих томатов И очень мы довольны Так что обязательно возьму опять свои семена И опять сохрани И в следующем году буду сеять Я несколько лет назад говорила Или в прошлом году Что мы с мужем зареклись Высаживать томаты черри Потому что все время попадаются Какие-то по одному, по два Маленького помидорчика Никогда нет кистевого созревания То есть по одному, по два томата А действительно есть реальные кисти настоящие Так что мы очень довольны И даже вот крупненькие достаточно есть Но все равно они не получают То, что они созревают кистью Или мы просто им не даем Дозревать кистью Мы снимаем раньше Но я думаю, что может быть они и созреют кистью Если будет такой Надо сказать мужу Чтобы он оставил какую-то кисть Несколько кистей И не снимал там спелые уже красные помидоры Чтобы дать возможность И дозреть целиком Тогда покажу Ну вот так капает Достаточно активно Получается, что у нас 50 литров Прокапывается за два часа То есть по 25 литров на каждую грядку Вот здесь хорошо видно на перцах Вот так капает Конечно лучше, когда полив полностью автоматически Когда в бочку, в емкость Автоматически подается вода из колодца Нагревается Потом через какое-то время происходит Капельный полив Когда уже вода нагревается Но, к сожалению, это дело затратное Это электричество Электричество у нас не дешевое В Подмосковье Даже очень, можно сказать, золотое Поэтому на батареках Очень даже бюджетный способ И можно еще купить удлинение Для базового комплекта Дополнительную вставку Получается, что здесь дополнительно еще 2 метра Сам шланг И вот такие трубки Мы думали подключить к огуречной грядке Также этот капельный полив Но у нас воды не хватает У нас бочка маленькая Огурцы у нас растут на соседней грядке Можно было бы здесь вот под теплицей привести Трубку, шланг И вот сюда Детского сада Ясельные группы Череночника Как угодно можно называть Для растений Которые буду делить Откапывать из своих клумб Буду здесь что-то черенковать Это вот нижняя часть грядки Мы купили высокую грядку То есть 60 см в высоту Вот эта грядка 30 см Это нижний ярус Я все снимала Как мы собирали это И буду снимать Как будем собирать вторую И тогда уже в отдельном видео Все сниму, покажу Общее впечатление Первое Очень хорошее От этой грядки Очень нам она понравилась И красивая Здесь 3D тиснение Рисунок под дерево Так что мы очень довольны И еще немножко Про автоматический Или капельный полив Подойду сейчас к клумбе С березой Там мы приготовили Шланг сочащийся Чтобы можно было Подключать к нему шланг И спокойно поливать Работу в этой клумбе С березой временно Пришлось отложить Потому что занимались Другими делами Но доделаем естественно Так вот смотрите Что я имею ввиду Вот такой мы купили Шланг для капельного полива Здесь пористая структура У шланга С микропорами Через которые сочится вода У нас такой еще Это маленький У нас есть еще побольше Так что в эту клумбу Установим Когда уже застелим Все нетканым материалом По нетканому материалу Здесь разложим Этот шланг И можно будет Просто подключать Шланг от бочки И спокойно поливать Здесь кстати говоря Диаметр вот у этого шланга Одна вторая А у шланга нашего Которого мы обычно Качаем воду Три четвертых Но есть переходники Так что спокойно Мы можем подключать сюда Шланг от бочки Диаметром три четвертых И здесь поливать Ну и вот наверное На сегодня все Что хотела показать Обещала Показать свой капельный полив Показала И когда закончим с грядкой Обязательно покажу Что у нас получилось На этом заканчиваю Всем большое спасибо До новых видео Пока Пока